Большой привет, Сысыкуля. Я Нуртаева Чулпон, приехала со Сгурского района учитель математики и информатики. Я Бакисарева Бульнара, приехала из Чуйской области Олондусского района учитель информатики. Я Арапова Олондус, приехала со Солжского области учитель математики и информатики. Мы хотим вам показать, Как можно создать интерактивный листок в Word, чтобы применять на уроках информатики? Во-первых, тут не нужен интернет. Во-вторых, тут можно выбрать тему как в текстовой форме, в виде презентации, в виде видео. И в конце каждый может проверить свои знания с помощью теста. У них есть право выбора ознакомлением документа. Этот документ можно использовать как поурочный план урока. Если у нас в классе отсутствует ученик, мы можем этот документ отправить в адрес ученика. Например, через WhatsApp, через Telegram. Можно разместить этот документ в Google классе и так далее. Если есть доступ к интернету, то они могут в виртуальной доске оставить свои комментарии. Чтобы создать интерактивный листок, нужно подготовить материал. Например, видео, презентацию, текст, тест и ссылку. А для этого мы сначала откроем проводник. Так, наши материалы там находятся там. И затем мы откроем текстовой редактор Word. Первое. Мы вставляем текст. Затем вставляем видео. Через проводник вставляем видео. Так, перетаскивая на документ. Затем вставим презентацию сюда же. Таким же методом перетаскивая в документ с подготовленного места презентацию. Мы подготовили видео, презентацию. А теперь мы хотим проверить себя. Поставим сюда тест. По этому тесту ученики могут проверить себя. И в наш случай, если есть доступ к интернету, добавляем ссылку в виртуальной доске. Для того, чтобы дети имели возможность комментировать этот урок. Понимание. А давайте проверим, как работает этот интерактивный листок. Открываем видео. Затем, давайте откроем презентацию. Ребята могут увидеть всю презентацию, которая им предназначена. И последнее у нас проверка знания. Это то, что есть задание. Так. По этому заданию дети могут проверить себя. И на случай, если есть доступ к интернету, то можно открыть вертальную доску и добавить сюда комментарий.